Всем привет! Я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Хуже политического обмана может быть только самообман политиков Евросоюза. Ну, например, сжигать уголь, чтобы ездить на экологической Тесле. А уж как создаются батареи для электрокаров, мы вообще молчим. Ну, например, в зелёном локомотиве Евросоюза Германии электричество вырабатывается сжиганием газа и угля. Но отказавшись от угля из России и введя санкции против Москвы, цены на природные ресурсы настолько выросли, что власти призывают пересесть на бензиновые и дизельные авто. Электроэнергии так мало, снабжать ею и электромобили практически невозможно. Они создают дополнительную нагрузку на сеть. Поэтому к ближайшим месяцам относятся следующие. Чем меньше электромобили ездят, тем лучше. Если вы едете на автомобиле с дизельным или бензиновым приводом вместо электромобиля, вы помогаете избежать аварийной ситуации с газом. Единственной альтернативой было бы вообще не садиться за руль, что не подходит для тех, кто полагается на машину. Всё это звучит странно, но это правда. Конечно, ведь есть разница, закупать газ, уголь и бензин дёшево у задушенной санкциями России или за бесценок у колониальной Украины. И совсем другое дело по рыночной стоимости. А ведь их предупреждали. Почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Вот, но... Я вообще не понимаю, что вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. Но давайте о причинах. На фоне всеобщего подорожания из-за нарушений логистических цепочек, вызванных в том числе санкционными ограничениями, власти Евросоюза решают отказаться от угля из России. И это при том, что Европа зависит от российского угля порой ещё сильнее, чем от российского газа. 70% импорта из копаемого угля шли в Евросоюз и Великобританию. И это решение еврочиновников как раз совпало с 10-дневным ремонтом северного потока. В общем, риски дефицита угля и газа подтолкнули цены вверх. Вопрос, зачем? Неужели политическая верхушка Евросоюза сплошь предатели? План был обанкротить Россию, так, на 8 миллиардов евро и вызвать внутри страны народные протесты. Только Россия перенаправила свои поставки угля в Индию, Турцию, Китай. А в Евросоюзе поспешно попросили сырьё у Колумбии, Австралии и ЮАР. Ну и, конечно же, у США. Опять еврочиновники работают на выгоду Вашингтона себе в убыток. Ведь от такой перестановки мест слагаемых сумма поменяется. Логистика станет дороже для всех. Счета за электроэнергию только в Великобритании к январю этого года достигнут более 4 тысяч фунтов стерлингов. И вместо наказанной России одна только Германия к 2030 году потеряет около 300 миллиардов долларов. На зло Путину отморожу уши. Поиск Европы источников угля на замену российским поставкам сильно поднимает на него цены. Так цены на энергетический уголь в австралийском порту Нью-Кассел бьют исторические рекорды, впервые превысив 400 долларов за тонну. Это прямое следствие роста европейского спроса. И что теперь ждет Европу, которая на фоне роста потребления угля отказалась от дешевого российского? Как минимум рекордные цены и проблемы с логистикой, которая выстраивалась годами. Все это лишь усугубит энергетический кризис. Здесь, конечно, не до зеленых принципов. Германия, как и Польша, могут возобновить и собственную добычу. Если им, конечно, позволят. Ведь США выгодно и продавать свой уголь, и погружать Евросоюз в кризис. И не только энергетический, экономический, но и политический. Задачка. Как скоро от холода желтые жилеты вспомнят о своем манифесте, да и остальные жители Евросоюза взбунтуются, осознав, что любовь к Украине, увы, не греет. Вот так красиво и грамотно, благодаря продажным украинским и европейским политикам, США вытеснили Евросоюз как одного из своих конкурентов с экономической дистанцией. Еще больше проницательных новостей в наших телеграм-каналах. Субтитры создавал DimaTorzok